Здравствуйте, очень рада вас видеть. Зовут меня еще раз Илона Струкова. Тема наша с вами сегодняшнего моего выступления «Спин. Технология продаж по методу спин. Манипуляции или партнерства». То есть так она очень спорно названа. Ну и, Светлана, мы с вами до 12 часов будем заниматься. Или вы будете меня слушать, или, может быть, я вас еще послушаю. Ну и, в общем, речь будет у нас идти именно о технологии продаж по методу спин. Не знаю, что Степа про меня рассказал. Расскажите, что он про меня рассказал. Что я еще мужа, он сказал. Все понятно. Значит, давайте очень кратко о себе. В тренингах я 11 лет. Ну, собственно, это основная тема моей деятельности. И тренинг я провожу в трех разных направлениях. Первое направление – это все, что касается бизнеса и все, что касается продаж. То есть любые отношения компании и клиента – это все мои темы. Продажи, переговоры, технология спин, сервис, ну и так далее. Значит, вторая тема тренингов – это тренинги, которые касаются, ну, такой личной эффективности любого человека. Я профессиональный психолог по образованию, поэтому иногда в нашу профессиональную деятельность можно включать какие-то личностные аспекты. И это тема управления конфликтами, уверенное поведение, лидерство. То есть те темы, где наша личность уже каким-то образом влияет на нашу профессиональную деятельность. Ну и, собственно, третья тема моей деятельности – это уже индивидуальный консалтинг, индивидуальное консультирование клиентов. Будь то в продажах, будь то в переговорах, будь то в управленческой теме. Ну, в общем, там, где нужно такое индивидуальное сопровождение нескольких компаний. Вот, значит, технологию спин очень люблю, потому что сама, собственно, ей пользуюсь. Вообще в продажах я тоже работаю ровно 11 лет, вот как я начала обучать персонал компании, собственно, именно с этого момента я и продавать тоже начала. Работала я в разных компаниях по продажам. Это страхование, это банки, очень много с банками взаимодействую, работала внутри. Это компании телекоммуникационные. Ну, в общем, если там вам интересен мой опыт именно в качестве продавца, то можно подойти, либо в резюме в моем тоже как-то это почитать, услышать, ну, либо у меня на перерывчике спросить. Да, проходите, пожалуйста. Вот, ну, не знаю, сейчас буду много рассказывать про спин, давайте мы сначала как-то с вами определимся, кто вообще знаком с этой технологией. Вот поднимите руку, кто знает, что такое технология продаж по методу спин, чтобы я немножечко как-то раз. Вы с предыдущего куратора поняли, что терминология не все знают. Терминологию не все знают. А метод использования все, в принципе, понимают. Ага, а что за метод использования, если можно? Да я вот не понимаю, что это спин. Ага, а мы не понимаем, что это спин. Если вы начнете объяснять, то я расскажу. Хорошо, давайте тогда сразу же расскажу, чтобы мы с вами как-то вошли в эту тему, и после этого буду уже говорить о том, где его можно применять, в каких продажах его можно применять, и все-таки что такое спин, да, манипуляция или партнерство, потому что сейчас множество компаний, множество тренеров спорят именно вот над этим, да. Вот можно ли использовать технологию спин на современном рынке. Значит, технология спин разработана американским исследователем, зовут его Нилл Эрхам. И он провел такое самое большое исследование в продажах, ну вот до сих пор это является самым большим исследованием в продажах. Значит, он проанализировал 35 тысяч ситуаций. Ну, то есть, прям ходил и смотрел, как люди продают какие-то свои услуги или товары на встречах с клиентами. И это было прямо в качестве наблюдения. Он вместе с продажниками, с продавцами ходил и смотрел, каким образом это происходит. Всего было проанализировано 35 тысяч ситуаций. И что самое интересное, в 20 странах мира. 23 страны. И понятно, что Эрхам ходил и исследовал вот эти 35 тысяч ситуаций, но не просто всех продавцов, а он выбирал, конечно, лучших продавцов из компаний. И ходил и смотрел, каким образом, да, вот они, как у них получается вот успешно продавать. И когда он проанализировал, да, вместе со своей исследовательской группой, он выявил, что лучшие продавцы продают, ну вот, определенным образом, да. То есть, они используют определенную технологию для своих продаж. И, собственно, вот эту технологию он назвал спин-технологией. Значит, что такое технология спина? Это технология задавания правильных вопросов клиенту. То есть, задача спина задавать вопросы таким образом, чтобы клиент сразу же, ну, скажем так, не сразу же, но согласился купить ваш продукт или ваш товар или вашу услугу. Значит, сразу же обозначу вот эти вопросы, да, чтобы мы с вами дальше по ним прошлись. Значит, буква «С» — это вопросы ситуационные. Буква «П» — это вопросы проблемные. Буква «И» — это вопросы извлекающие. И буква «М» — это вопросы направляющие. Соответственно, вот по первым буквам, да, вот название вот этих вопросов и была названа спин-технология. Используется она давно, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, в 70-х годах, да, это исследование проведено. После, через какое-то время он уже написал книжку, и после уже многие компании начали, да, эту технологию успешно применять на себя в компании. Вот такой спин. Сейчас понятнее, о чем мы говорили с вами? Да, используем, конечно. Используем, ага. Отлично. Тогда, если уже используете, давайте очень быстро про что вот эти вопросы. Вопросы ситуационные — это про что? Сразу же я с вами буду общаться. Ну, если используете. Про текущую ситуацию. Про текущую ситуацию. Ну, у клиента вопросы проблемные о чем? Какие проблемы возникают? О проблемных вопросах, да, о проблемах, которые есть в текущей ситуации, извлекающие вопросы. Побольше информации уточнить, что уточняющее. Смотреть, и что бы хотели изменить, наверное. Ага. К чему бы пришел, наверное, результат, если бы они поменяли и решили эту проблему. Ага, поняла, окей. Так, направляющие вопросы? Это не свойствует. Ага, вопросы о выгоде. Окей, значит, ну, принцип правильный. Сейчас специально, да, у вас начала спрашивать. Потому что тренингов провожу много при технологии спины. Основная проблема у наших менеджеров, которые используют вот эту технологию, с извлекающими вопросами. Соответственно, сейчас, когда у вас спросила, да, несколько ответов получила, кто-то говорит о том, что это больше информации, что будет, если такой проблемы не будет, да, найдено, которую вы нашли у клиента. Чуть попозже расскажу, да, вот, что такое извлекающие вопросы и почему они так важны в технологии спин. Пока это оставлю, потому что правильного ответа, да, до конца не услышала. Да, поэтому чуть попозже я вам уже дам вот эту информацию. Значит, теперь, в чем интерес, да, использование вот этой спин-технологии. Значит, во-первых, лучшие менеджеры, вот, которых анализировал Redcom, они эти вопросы всегда задают в последовательности. То есть спин работает только тогда, когда мы правильно используем эту технологию. То есть, ну, невозможно сделать так, чтобы спин сработал, например, вот таким образом. Когда менеджер задал ситуационный вопрос, а потом направляющий вопрос, вот тогда технология не работает. Наши менеджеры, которых я вижу на тренингах, они очень часто делают именно так. Или они делают вот так вот. Они задают ситуационные и проблемные вопросы, выясняют у клиента какую-то проблематику, и после этого сразу же делают презентацию. Точно так же, да, вот в данном варианте технология спин не работает. Она может работать тогда, когда она полностью, да, использована, да, со всеми четырьмя типами вопросов. И тоже, что немаловажно, о чем нам с вами еще нужно поговорить. Вот я недаром, да, тему своего выступления описала как спин-манипуляция или партнерство. Почему? Потому что технология спин, это важно, она используется в больших продажах. Большие продажи. С вашей точки зрения, большие продажи, это что такое? Как вы сами понимаете, что такое большая продажа? Большой объем. Проекты, проектные продажи. Проектные продажи, большой объем еще. Контракты. Ну и для бизнеса. Для бизнеса услуги, да. Сумма сделки. Сумма сделки. Значит, смотрите, большие продажи у Рекхама есть четыре такие важные составляющие. Первая составляющая больших продаж, это долгота сделки. Вот можно пойти купить в магазине ручку за одну минуту. Ну вот пришла, купила, да, все, ушла. Соответственно, продажа осуществляется очень быстро. Вот спин в таких продажах быстро к ней используется. Он используется там, где, например, мы с клиентом заключаем контракт, ну не знаю, там полгода. Да, вот у меня была компания, которая работала, продает холодильное оборудование. Вот у них сделка заключается примерно год. И вот год они несколько раз ездят на встречи с клиентом. И только через год, возможно, да, вот у них состоится вот эта продажа. Поэтому первое, это долгие продажи в плане длительное, да. Вот когда клиент купит, это долго происходит. Долгие продажи. Это раз. Значит, дальше. Где еще? Вот почему я на этом акцентирую внимание. У нас очень часто вот сейчас начали спин использовать как раз как манипуляцию в быстрых продажах. Вот если спин используется в быстрых, легких продажах, ну, например, вот я не знаю, про ручку, да, я вам рассказывала. Или, не знаю, стул можно купить. Вот тогда спин становится манипулятивной техникой. Как партнерство, как не манипуляция, он используется именно в длительных продажах. Там, где мы несколько раз клиенту ходим. Значит, это раз, долгие продажи. Два, о чем вы сказали, это стоимость сделки. То есть, как правило, с помощью технологии спин нужно продавать продукт, который стоит дорого. Дорогой продукт. Дорогой продукт. И, кстати, чуть позже я вам про извлекающие вопросы расскажу, да, на которых мы с вами так акцентировали внимание. Именно извлекающие вопросы в этой технологии позволяют нам лучше и быстрее продать дорогой продукт. Да, вот не проблемные, не ситуационные, а именно извлекающие. Значит, да. Не хочу про чирги говорить, но ладно. Когда дело заходит о технологии спин, Киргель все время вспоминает. Вот у них продажа построена по технологии спин, но она построена именно как манипулятивная продажа. То есть, у них вопросы выстроены таким образом, что они их клиенту задают, и клиент не может увертеться и ответить как-то по-другому. То есть, вопросы специально продуманы так, чтобы клиент однозначно говорил, да, это так, да, у меня есть такая проблема. То же самое используют страховщики. Если вы когда-нибудь ходили к страховщикам, ну, например, они задают вам проблемный вопрос. Продают страховку от несчастных случаев, знаете, да, ногу сломал и так далее. Они все время задают проблемный вопрос клиенту. Скажите, пожалуйста, вот если у вас что-то случится со здоровьем или вы попадете в аварию, для вас эта ситуация будет проблемной или сложной? Понятно, да, что такое? Обычная ситуация. Ну да. Ну, вообще, можно ответить только, да или нет. Конечно, да. Да. Вот в данном варианте, еще раз, это как вот спин используется как манипуляцию. Вот я свое личное мнение заявляю, да, и на своих тренингах я учу спину как партнерство. То есть, я даю классику жанра, так как давал ее рэнхам, потому что я у него училась. То есть, мне удалось, слава богу, с ним встретиться в прошлом году. Он приезжал в Петербург и рассказывал, да, о своей технологии. Ну, и я еще раз убедилась в том, как он преподносит эту технику. То есть, вот в классическом варианте спин – это не манипуляционная техника. Поэтому Кирби, страховые компании, очень часто банки в аэропорт, если вы придете, и когда вас ловят с карточками, да, это тоже, да, технология спин. Так вот, поэтому нам с вами важно понимать. Классики жанра – это долгие продажи раз, дорогой продукт два. Третий момент – технологии используются тогда, когда мы внутри компании клиента общаемся с несколькими лицами, принимающими решения. Да, несколько LPR пишу. Несколько LPR. Ну, вот, например, когда я тренинг в компании продаю, я могу пообщаться с HR-директором, с директором по продажам, с генеральным директором, с собственником. То есть, четыре человека есть, которые будут принимать решения, проводить это обучение или не приводить. Точно так же технология спин, вот в этом варианте она тоже полезна, да, там есть несколько лиц принимающих решений. И, по-моему, что-то еще четвертое было. И сейчас могу забыть, может быть, вылетело из головы. Вот, да, вспомнила. Значит, четвертый этап – это тогда, когда компания, которая хочет у вас что-то купить, если она купит какой-то плохой продукт, для нее это будет очень опасно. Вот, значит, чтобы понятно было, пример. Вот купила я плохой фломастер. Это очень для меня опасно. Ну, как бы, ну, ничего страшного. Ну, пошла, поменяла, он не так дорого стоит, да. То есть, я его смело могу изменить. Второй вариант – вот я сейчас квартиру покупаю. Вот если, когда я покупаю квартиру, я, во-первых, дольше думаю, ну, понятно, да, что я не возьму первую попавшуюся. Я начинаю дольше думать, дольше размышлять. И если я куплю плохую квартиру, это будет для меня опасно? Конечно. У меня уже, да, сумма сделки, у меня большие риски. Соответственно, технология спин применима тогда, когда вы продаете рисковый для компании продукт. Тогда, когда компания начинает думать, да, вот, а точно ли стоит у вас покупать, а может быть не нужно, да, а вы действительно хорошие. Ну, то есть, когда они начинают сомневаться. Соответственно, риска, риски, да. Риски, либо рисковый продукт этого тоже, да. Та история, когда мы можем технологию спин в классике жанра применять. Вообще, где хотите, там и применяйте спин технологии, да. Но я вот говорю именно про классику жанра, так как ее давал Рекхо. Соответственно, вот такая основа, которая касается, да, этой технологии, применяется в больших продажах. Четыре типа вопросов. Самые важные, самые сложные, это вопросы, извлекающие. Я правильно понимаю, это ситуативные, проблемные, извлекающие. Ситуационные, проблемные, извлекающие. Это вопросы, которые необходимо, соответственно, задавать. Клиенту потенциально. Значит, теперь пойдемте дальше. И немножечко мы сейчас с вами рассмотрели большие продажи. Теперь мне бы хотелось показать, как в больших продажах развивается психология нашего клиента. Что с клиентом в голове происходит, когда мы ему продаем именно вот, да, в больших продажах. Значит, эта история интересна. Поднимите руку, кто работает в больших продажах, вот здесь, здесь присутствующих. Ага, ну то есть, туда идем. Значит, смотрите, клиент, я вам передаю опять-таки информацию Рекхамовскую, да, классику жанра. Значит, с клиентом в больших продажах мы сразу же практически, когда к нему приходим ножками, а, кстати, еще не сказала момент, технология скин используется при встречах с клиентами. Она не используется по телефону, опять-таки в классической форме, да, по телефону мы ее не используем. Соответственно, тогда, когда мы приходим к клиенту на встречу, мы сразу же с вами попадаем в опасную ситуацию в больших продажах. Потому что первый этап, с которым мы с вами сталкиваемся и который уже у клиента, как бы, в его ситуации есть, это тогда, когда у клиента внедрено какое-то решение в его бизнес. Да, вот я сейчас первый этап напишу. Вы можете также записывать, вы сейчас поймете, да, всю логику. Он говорит, внедрено решение. То есть как клиент, вот я сейчас вам рассказываю, психологию клиента в больших продажах, как он созревает, да, к покупке. Вот, например, я прихожу в компанию какую-то и говорю, вот давайте по поводу тренингов поговорим. И у данной компании на первом этапе они уже могут обучаться. Они говорят мне, Илон, мы обучаемся не в мастер-классе, мы обучаемся у другой компании. Мы знаем, что такое тренинги. То есть я понимаю, что компания это та, в которой уже есть какое-то решение, да, то есть они уже этим пользуются. Или, не знаю, мои любимые, вот, про холодильное оборудование вам говорила, они точно так же приходят на завод, и они понимают, что у компании уже есть какие-то большие холодильники, которые компании используют, да, ну, то есть компании уже пользуются этим продуктом. Соответственно, для нас эта ситуация опасна. Почему? Ну, может, люди уже с кем-то работают. Не за что менять, да, менять старое на новое, как бы, я там не знаю, с чем сталкиваюсь. Конечно, конечно. Вам сегодня еще будут, если вы до конца конференции будете присутствовать, у вас сегодня будет еще тема про типологию клиентов, есть определенный типаж клиентов, которые, в принципе, не любят никакие изменения. Да, вот такого клиента убедить, да, это вот, ну, очень сложно. Есть определенные технологии, но это сложно. Соответственно, мы сразу же с вами попадаем в очень конкурентную среду, да, вот все, здесь уже конкуренты не дремлют. Соответственно, наша задача привести клиента на другую стадию. Это другая стадия, к которой мы идем, это новая потребность. То есть, когда у клиента появится новая потребность, вот тогда мы можем сказать, мы молодцы, и тогда клиент может начать рассматривать ваш продукт, да, он тогда поймет, ну, подумает, скажет, ну, да, может быть и правда стоит, да, посмотреть там что-то новенькое. Вот давайте, в какой ситуации у клиента может созреть новая потребность? Его подводит поставщик. Если что? Его подводит поставщик. Если его подводит поставщик, тот, которым он сейчас пользуется. Да, у нас же часто у компании, когда работают очень долго, просто я работала и в госструктурах, они работают очень долго, потому что, ну, они привыкли так работать, им так удобно, но в то же время этот поставщик постоянно что-то в любое время привозит, это некачественная продукция, какие-то косяки всплывают с документами, поэтому всегда нужно иметь компанию, которая будет у вас на этот срок. Отсрочит. Что имеешь в виду отслочек? Ну, ему тот не дает, который агент отслочит, а я ему даю. А ты ему даешь, ага, да, еще. Теоретическая составляющая цена, опять же, может быть, дешевле. Да, у них подороже, у нас дешевле, да, еще. Сервис, ну, это опять, это оборот. Качество, сервис, вот смотрите, все, что вы перечисляете, я сейчас не буду записывать прям очень подробно, мы этим словом давайте одним обобщим. То есть у меня может созреть новая потребность тогда, когда то, что у меня есть сейчас, меня не устраивает. Вот то, что, неважно, отсрочка, цена, качество, там, я не знаю, еще что-то, то есть то, что есть сейчас, меня не устраивает. Соответственно, первый вариант не устраивает текущая ситуация, да, не устраивает текущая ситуация. И она не устраивает именно по той причине, когда в текущей ситуации есть проблемы и сложности, да. То есть какая-то проблема или какая-то сложность. Проблема, сложность. Еще один вариант, давайте, вот первый правильно назвали, да, не устраивает текущая ситуация, есть проблемные области, да, вот что-то мне не нравится у поставщика. Еще, когда еще у меня может созреть новая потребность? Что же там? Если говорить об оборудовании, какой-то работе на профессионал. Об дополнительный функционал, обслуживание, новый проект открылся, смотрите, абсолютно правильно. Новая потребность. Второй момент, когда у клиента созревает новая потребность, это тогда, когда изменяется текущая ситуация, вот она изменилась. Ну, не знаю, открылся новый отдел, мы открыли новый завод, вот сама ситуация изменилась. Мне поставщики, в принципе, нравятся, но поскольку новый завод открылся, я начинаю думать, да, может быть, ну, там стоит еще посмотреть. То есть второй вариант, это изменение текущей ситуации. Изменение текущей ситуации. То есть два момента, либо проблема сложности в текущей ситуации, либо просто ситуация изменилась. Соответственно, вот, ну, точно так же я все время вам буду на себе примеры привозить, да, как я хожу к компанию. Вот я пришла в компанию, значит, пришла я в компанию и, например, выясняю, что компания, которую я уже год веду, периодически они заказывают тренинги, да, для одних и тех же. Сейчас они у меня заказывают точно такой же тренинг продаж по технологии спин. Я к ним прихожу, говорю, а зачем? Ну, как бы, я их уже обучала этому, они уже это умеют. Они говорят, не, Илона, мы набрали новых людей. У нас абсолютно новый отдел продаж, набрали всех новичков, старых выгнали. Вот оно, изменение текущей ситуации, и вот у клиента созрела новая потребность. Вторая ситуация. Я прихожу в компанию, они говорят, у мастер-класса не учимся, учимся у других. Я говорю, а с чем связано, что вы вообще со мной решили встретиться? Ну, как бы, учитесь у других, учитесь, да, ну, давайте рассмотрим. Нет, нам не нравится вот это, вот это и вот это. Тренинги они проводят теоретично, практики никакой не дают, а нам нужна практика и плюс еще и психология хотим. Да, собственно, вот проблематика, почему компания сейчас не хочет учиться у других. Соответственно, два момента, на которых созревает вот эта вот новая потребность. И если мы сможем вот эти моменты отыскать, то это прямо, не знаю, 5 баллов нам, как с вами, как продавцам, да, если нам компания, наш клиент сам вот это озвучит, это прямо прекрасно, да. На этом мы дальше делаем ставку и дальше делаем продажу. Но, когда клиент у нас созрел, когда у него есть новая потребность, это еще не означает, что мы продали. Какой следующий этап проходит клиент? Что дальше? Он понял, да, может быть, стоит поучиться у других тренеров, да, может быть, стоит посмотреть другого поставщика. Вот здесь вот все, я это осознала, я это поняла, я говорю, да, хорошо. Что дальше? Что я начинаю поменять? Потребность, соответственно. Что? Проблемный стол и потребность выясняет. А ну вот, потребность уже выяснена. Анализ рынка. Анализ рынка. Выбор. Ну, конечно. Называется, да, следующая стадия в больших продажах. Выбор лучшей альтернативы. Выбор лучшей альтернативы. Выбор лучшей альтернативы. Вот я пришла к клиенту, сказала, что я тренинги могу по-другому проводить. Не так, как его бывшие партнеры, да. А он такой думает, ну а что, у нас илона одна, что ли, на рынке? Сейчас мы посмотрим, кто еще у нас есть, да, на рынке. И начинает выбирать другие компании, смотреть других тренеров и так далее. Точно так же ваши клиенты смотрят, да, и поставщиков других, ну и так далее. Соответственно, по технологии Рекхама, если у менеджера по продажам хорошо получилось взаимодействие с клиентом, и если он правильно, да, направил клиента на созревание потребностей, то тогда вот такой менеджер выигрывает. Но мы с вами, конечно, понимаем, что здесь как раз начинается та самая работа с возражениями, о которой много мы говорим, да, на тренингах продаж, и здесь начинается предоставление клиенту конкурентных преимуществ, компании, продукты и так далее. То есть здесь идет работа с конкурентными преимуществами. Ну и плюсом вот сюда же попадает работа с ценой. Цена. И вот технология спин, она очень хорошо работает с ценой. Ну, опять-таки, я сейчас, там, за час не могу подробно об этом рассказать, да, но на тренинге мы этот вопрос рассматриваем, да, то есть вот ценовые вещи, ценовые возражения, они работают, ну, как с ними можно работать с помощью технологии спин. Значит, что самое интересное, что Рекхам говорит о том, что если вы правильно пользуетесь спин-технологией, то возражений у вашего клиента не возникает. Это такая идеальная ситуация, да, когда клиент не возражает, а вот все, прям, вы ему вопросы позадавали, и он согласился купить. В реалиях это, конечно, не так, но тем не менее, Рекхам говорит о том, что с возражениями можно работать не так, как на тренингах учат, там, аргументации, там, принять возражения, прояснить и, там, не знаю, еще что-то сделать, а можно работать именно вопросами. Да, то есть он говорит о том, что возражения – это всегда спин-вопросы. Соответственно, предположим, что клиент выбрал нас. Мы такие классные, себя презентовали, сценой поработали, и все хорошо. Что дальше? В больших продажах. Не в маленьких, а в больших. Что еще? Переговоры. Ну, это все вот здесь, да, переговоры. А вот с клиентом что происходит дальше? Он вроде бы решил, что да, с вами будет работать. Хочу с вами работать, вы большие молодцы. Еще одна стадия, которая… Заключение договора. И что происходит в момент заключения договора? У каждого были такие ситуации? Думаю, на самом деле. Конечно, он начинает думать. Вроде бы все обговорили, вроде бы все решили, вроде бы все прекрасно. Нет, да, вот договор почему-то висит, не знаю, неделю, вторую неделю. Можно сказать, давайте на плату 50%, да, и мы сразу такого понифига себе. Ну, можно и так, да, по-разному. Ну, а теперь один из вариантов. Да. Соответственно, эта стадия, которую проходит клиент, ну, вот у Рекхама она называется, ну, либо стадия сомнений, да, как вы сказали, либо, господи, название у нее такое есть интересное. Вспомню, скажу, ну, давайте пока сомнение, да, сомнение, когда клиент вспомнила, сомнение. Стадия называется мутность клиента. Вот, то есть клиент начинает мутить, что-то, что-то не так, да. Мутность клиента. И, соответственно, мы немножечко не понимаем, да, что происходит, почему он договор не заключает и так далее, да. То есть вот в этом смысле как раз технология спины, она тоже помогает прояснить, что там даже, что с клиентом, почему он мутный такой. Ну, собственно, если мы с вами успешно проходим стадию мутности клиента, то мы внедряем наше новое решение, и клиент уже попадает вот сюда, на эту стадию, круг замыкается, все, у него уже есть новое решение, но только теперь это решение от нашей компании, не от какой-то другой, а от нашей компании. И то, о чем говорит Рэкхам, почему в больших продажах очень важный сервис. Вот представьте, вы компанию привлекли, начали с ней работать, внедрили свой продукт и свое решение. Если вы обслуживаете компанию плохо, то что происходит дальше? У него возникает недовольство, и приходит другой хороший менеджер из другой компании, конкурента, который знает технологию спин, и он очень быстро переманивает клиента к себе. В этом смысле Рэкхам все время говорит о том, что сервисное обслуживание компании в больших продажах крайне важно. И вот вся технология спин, она всегда построена на двух полисах. С одной стороны, это полис, который называется, с одной стороны, спин технологии, это то, когда мы говорим про бизнес клиента. То есть все наши спин вопросы, это все те вопросы, которые бизнеса касаются. Но с другой стороны, технология спин всегда направлена на выстраивание личных отношений с клиентом. То есть помимо бизнеса, есть всегда личность клиента, которую нам надо учитывать. Личность клиента. Ну, либо как раз отношения с клиентом. То есть спин технология построена на том, чтобы мы с вами сохраняли хорошее отношение с клиентом. Вот, поэтому сервис, вот здесь важен очень сервис, который мы клиенту оказываем, клиент обращает на это внимание. Ну вот теперь давайте, первый, самый важный момент в больших продажах, там, где нам необходимо спин технологию использовать, это, естественно, где, на каком этапе. Ну вот смотря сейчас на эту схему, что с клиентом происходит. Где нам, как менеджерам, нужен спин сразу же. Вот, вот здесь вот, да. Это вот классика жанра, вот на этом этапе, вот здесь мы используем спин технологию. Вот на третьем и четвертом этапе тоже можем ее использовать, да, она тоже здесь может быть. Ну вот классика жанра, это вот здесь, да, на этапе. То есть задача спин технологии сделать так, чтобы клиент созрел к новой потребности. Да, вот даже рекам слэнк вот этот использую, чтобы у клиента желание купить появилось. Да, вот на этом здесь вот у клиента появляется желание. Да, он начинает радоваться тому, да, им радоваться тому, что у клиента появилось желание. Собственно, вот, значит, это то, где спин технологии используются. Значит, теперь, здесь все понятно, вопросы, да, все понятно. Теперь давайте еще раз тогда вернемся к вопросам, да, ситуационным, проблемным, излетающим направляющим. И немножечко покажу про излетающие вопросы, да, еще раз расскажу. Значит, еще раз вспоминаем, ситуационные вопросы, это первый тип вопроса. Ситуационные. И это вопросы о ситуации, что сейчас в компании. Вопросы о текущей ситуации. Что сейчас происходит в компании. Вот если я прихожу на встречу с клиентом, я задаю, учились ваши менеджеры, не учились, проходили тренинги, не проходили. Если проходили, то какие, нравилось, не нравилось и так далее. То есть просто выясняю общее положение дел. Там, а с кем работаете, а кто поставщик, а какими пользуетесь, да, продуктами, ну и так далее. То есть вопросы конкретные, да, о том, что сейчас происходит. То есть это выявление потребностей, да? Да. Вот смотрите, я предполагаю, что вы товарищи, которые уже обучены на стандартных тренингах продаж, правильно? Поднимите руку, кто был на обычном тренинге продаж, на любом, на каком-нибудь. Вот, соответственно, вот там у нас всегда есть тема выявления потребностей клиента. Есть? Вот ситуационные вопросы, это вот стандартное, обычное выявление потребностей клиента. Что, когда, какие. Вот помните, да, в обычных тренингах продаж используется вот эта технология. Открытые вопросы, альтернативные вопросы закрытые. Это вот все сюда. Здесь мы просто выясняем ситуацию, да. Для больших продаж вот этих ситуационных вопросов маловато. Рекхам вообще говорит о том, что чем меньше вы вот этих вопросов ситуационных задаете, тем для клиента лучше. Объясняю, почему. Вот представьте, зовут вас Антон. Представьте, Антон, не знаю, директор завода. Мы с вами все продавцы, не знаю, продаем ему что? Оборудование. Оборудование. Мы приходим с вами, ну, нам нужно привлечь этого клиента, мы все хотим работать с ним. Значит, я такая, Илона, пришла, начинаю задавать, как меня учили на тренингах, ситуационные вопросы. Он такой, ну, типа, поотвечал мне хорошо. Потом Ольга такая приходит, начинает задавать те же самые вопросы, как Антон начинает реагировать. Ну, как-то мне, ему уже надоедает. А потом Марина такая приходит к нему, и он уже думает, да господи, да сколько уж можно-то. И в этот момент времени вы получаете сразу же агрессию от клиента. Все, да. На этом этапе он перестает хотеть с вами работать. В принципе, и думает, лучше я поработаю с теми, с кем давно, удобно и приятно. Поэтому, чем меньше, вот такие, то есть их задавать надо, вот если вы на тренинге-то потом будете, я расскажу, да, какие именно лучше ситуационные вопросы задавать. Их задавать нужно, но немного, потому что много ситуационных вопросов раздражает клиента. В больших продажах, когда вы знаете своего клиента, вы можете собрать информацию, когда? Заранее. Ситуационные вопросы, это вопрос подготовки менеджера. Это вот на этапе подготовки вы лучше собираете, лучше соберите информацию, чтобы несколько раз этому бедному клиенту, да, вот не задавать одни и те же вопросы, которые все другие тоже задают. Поэтому лучше готовиться. Это, кстати, одна из проблем менеджеров, почему у некоторых менеджеров не получается спин использовать. Не получается использовать спин, потому что не готовится. В технологии спин готовиться ко встречам надо. Это вот прям, ну, очень важно, да, я тоже там могу показать каким образом. Значит, дальше. Ситуационные вопросы, если мы умело побегаем или готовимся, мы сразу же переходим с вами к проблемным вопросам. Проблемные вопросы. И это вопрос о том, что клиенту не нравится в текущем положении дел. Да, о сложностях, вопрос о сложностях, трудностях в текущей ситуации. О сложностях, трудностях в текущей ситуации. Ну, например, я прихожу к клиенту, они мне говорят, вот нам нужно обучить менеджеров, да, ситуацию не обрисовывают. Я говорю, а что не так? Что менеджеры сейчас делать не умеют, да, чему учить-то нужно? То есть хорошее обучение для компаний строится тогда, когда оно построено на проблемных областях. Соответственно, когда я узнаю, чему менеджеров нужно учить, тогда, ну, мне становится понятно, как клиент построить. Ну, например, мне компания говорит, они у нас очень долго по телефону разговаривают, там, 5 минут, а нам нужно, чтобы они за одну минуту справлялись. Да, вот она проблемная область, я ее уже понимаю, да, она мне уже ясна. Значит, естественно, идеальная картинка тогда, когда мы выявляем не одну проблему, а сколько, ну, комплекс проблем, либо пул проблем, и не всегда это происходит на первой встрече с клиентом. Да, вот недаром мы говорим, что спин – это технология долгих продаж, то есть я несколько раз к клиенту хожу, и тогда у меня в голове получается, да, таких проблемных областей. Значит, дальше, на этом мы не останавливаемся, мы дальше начинаем задавать извлекающие вопросы. Давайте еще раз все-таки, вот как с вашей точки зрения извлекающий вопрос. Вот смотрите, я определила проблему у клиента, менеджеры разговаривают долго. Я говорю, что не так, менеджеры долго разговаривают по телефону. Вот какой извлекающий вопрос дальше? Сколько должны, о чем говорят, что вы делали, ага. Вот теперь смотрите, значит, что такое извлекающий вопрос. Задачу извлекающий, вот смотрите, нашла я маленькую проблему, вот такую, вот такая точечка, это проблема клиента. А моя задача, чтобы клиент захотел у меня купить, чтобы он что понял? Что-то большая, большая, это ни разу не такая точечка, это большая проблема. Все время привожу пример на стоматологах. Я вела обучение в Одинцово, знаете, под Москвой город, малюсеньке, у меня болит зуд. Тренинг 4 дня идет. Я думаю, что делать? Ну, думаю, надо пойти к врачу, чтобы вообще понять, что и как. Думаю, у меня есть 5 тысяч, вот больше 5 не готова тратить на этого врача. Я прихожу к врачу, она мне обрисовывает ситуацию, очень быстро, ну, проблему сразу же, понятно, залезла, посмотрела. И дальше говорит, Илон, у вас есть два варианта. Вариант номер 1, я вам сейчас делаю чуть-чуть, ну, и это будет стоить 5 тысяч, но имейте в виду, что за следующие 3 дня вы можете попасть в скорую. И если у вас будет очень сильно болеть, сразу же соглашайтесь на скорую, вам зуб вырвут. Ну, собственно, как бы других вариантов нет, иначе это опасно, там инфекция. Либо говорит, второй вариант, я вам сейчас делаю все хорошо, как бы, все в порядке, но это будет стоить 15 тысяч, да? Что она сделала? Ну, напугала. Ну, напугала немножечко, да? Будешь подразить больше денег сейчас, чем-то. Да, а вот смотрите, чем напугала? У меня 4 дня обучения, я понимаю, что если мне вызовут скорую, то какие последствия это за собой повлечет? Тренинг смогу провести? Нет. Нет. Клиенты будут недовольны? Да. Да, потребуют обратно оплату от компании, от моей, потребуют, меня будут уважать, закажут у меня еще что-нибудь. Понятно, да? Список последствий очень большой. Задача извлекающих вопросов, чтобы клиент понял, какие последствия несет нерешенная проблема. Значит, извлекающие вопросы, это вопросы о последствиях нерешенной проблемы. О последствиях нерешенной проблемы. Последствия от нерешенной проблемы. То есть, смотрите, задача какая? Когда мы задаем извлекающий вопрос, чтобы у клиента вот эти последствия он осознает, и у него получается уже вот такая вот вещь в голове. Не маленькая проблема, а большая. И почему я вам говорю о том, что извлекающие вопросы позволяют работать с ценой. Вот за это я не готова платить 15 тысяч за точечку. Я знаю, что это стоит 5, а вот за это я уже, может быть, и готова 15 платить. Когда я осознаю масштабность проблемы, тогда я готова за это платить больше. Можно вопрос задать? А если, допустим, на этапе проблемных вопросов у клиента нет проблем, то тогда эта система спина нарушится получается, да? Да. То есть, если говорят, что все окей, как бы можно... Да. Спасибо за вопрос. Этот вопрос всегда встречается на тренингах. Значит, два ответа у меня есть. Значит, прежде всего технология спина – это технология сохранения отношений с клиентом. Поэтому моя задача в долгих продажах – сохранить отношения, чтобы он меня любил. Сегодня не купил, купит через год. Неважно, чтобы он меня запоминал. Поэтому, если проблем нет, да, мы действительно говорим, окей, все, моя визитка, уходим. Ну, там, сохраняем отношения, поддерживаем контакт. Но проблема наших менеджеров в том, которых я вижу, например, на тренингах, что мы неправильные вопросы проблемные задают. Очень часто задается только один вопрос. Ну, что, у вас есть проблемы с поставщиком? А какие у вас проблемы есть с поставщиком? И на это сразу же, что клиент отвечает? Никаких проблем, у нас все в порядке. Задача проблемных вопросов, чтобы проблемные вопросы были сформулированы точечно. Это вот точечные вопросы. Это очень важно. Вот, для того, чтобы уметь формулировать точечные проблемные вопросы, нужно очень хорошо разбираться в бизнесе клиента. Вот, пример привожу. 10 минут, спасибо. Значит, я, например, начала работать с логистами два года назад, с логистическими компаниями. Я, когда первую компанию отработала хорошо, я сразу же поняла все проблемные области, которые есть у логистов. И когда я в следующий раз в другую логистическую компанию прихожу, я о чем с ними сразу начинаю говорить? О конкретных проблемах. То есть, я как менеджер в технологии SPIN должна очень хорошо разбираться именно в проблематике бизнеса. Ну, вот я, например, для себя прямо таблицу веду. Вот у меня есть таблица проблем логистов, таблица проблем телекоммуникаций, таблица проблем полцентров и так далее. И когда я прихожу на встречу, я могу задавать вопросы точечные. Не просто, какие у вас проблемы с поставщиком, а другие. Я уже понимаю, ну, как бы, о чем они говорят. Поэтому здесь два момента. Либо менеджеры не так задают проблемные вопросы, либо действительно у компании нет проблемы для сохранения отношений. Я тогда просто говорю, что да, о том, что сейчас продавать вам не буду. То есть, задача, вот опять-таки, в классике жанра – это не манипуляция. Я не заставляю клиента купить. А еще может быть бульон, когда клиент имеет проблему, но не говорит о ней. Такое может быть, но, как правило, если вы долго с этим клиентом, вы это уже чувствуете. И если это у вас чувствуется на уровне, не знаю, интуиции, то тогда вы продолжаете. У меня сейчас последняя ситуация была. Компания тоже такая очень интересная. Я вот неправильно сработала, хотя я знаю спин и умею по ней работать. Вот представьте, у меня ситуация. У меня компания говорит, Илона, обучи наших менеджеров, жестким переговором. Вот работаю с компанией. Нам нужны жесткие переговоры, обучи и так далее. Я их учу-учу жестким переговором, учу-учу. Ситуация не меняется. То есть, я понимаю, что все равно что-то не то. То есть, я вроде показала, как с возражениями работать, как с манипуляциями. Уже все отработано. То есть, я понимаю, что что-то не работает. Почему-то обучение результат не приносит. Тогда, вспоминая спин, я себе говорю, Илон, что-то ты не знаешь. Есть какая-то другая проблемная точка, о которой мы сейчас пока в компании не говорим. Что-то происходит не то. Для того, чтобы эту точку понять, я должна еще больше выяснить ситуацию, которая происходит внутри компании. И на одном из тренингов для этих товарищей я им вставляю тему «Прописание идеального портрета целевой аудитории». И тут оказывается песня. Их реальные клиенты – это начальники лабораторий. Для меня в моей голове тренерской начальник лаборатории – это мужчина, который, значит, такой, ух, весь такой, значит, не знаю, жесткий. И с ним можно жестко побороться на жестких переговорах. Когда я им провожу эту тему, и мы пишем «Идеальный портрет целевой аудитории», у нас оказывается, что начальник лаборатории – это женщина 45-50 лет, которая замужем, у которой основные проблемы – это дети, как устроить ребенка, там, я не знаю, на работу после вуза, как дом обустроить, да, загородный дом хочет. И я понимаю вообще, о каком, о каких жестких переговорах вообще идет речь. Ну, не сработает. То есть жесткие переговоры не работают, особенно на первом этапе. Потом – да, но не сразу же. И я, когда дальше начинаю работать, да, с этими менеджерами, я понимаю, что проблемная область вообще не в этом. Проблемная область в том, что люди не умеют устанавливать контакт вот с такими женщинами. Там все менеджеры – это мальчики, ну, мужчины, да, такие молодые мужчины. И они просто не умеют находить подход к таким вот, да, женщинам. И, соответственно, мы начали учиться комплименты делать, мол, токи правильно заводить, да, с какой стороны заезжать и так далее. Ну, то есть, короче, начали учиться выстраивать отношения. И когда я их посадила в первое упражнение для установления контакта, я поняла весь ужас, думаю, господи, чему я их полгода учила. То есть, ну, время, ну, чуть-чуть мы потеряли, да. И это моя ошибка как тренера, потому что я не сразу выявила, да, вот эту вот ситуационную и проблемную зону, да, в компании. Отвлекаюсь очень быстро. Значит, теперь извлекающие вопросы. Возвращаюсь, да, это вопросы о последствиях проблем. Вспоминаем, да, пример, который я привозила. Я вам сказала, что компания мне озвучила свою проблему. Они одну минуту разговаривают по телефону. Ну, это очень, ой, 5 минут, это очень долго. Мы хотим за минуту, да. Какой извлекающий вопрос дальше, чтобы они поняли масштаб проблемы? Сколько денег теряют, сколько клиентов уходит. А какие вообще последствия, то, что они так долго говорят по телефону, влечет за ваши, влечет, да, какие последствия, к чему это приводит. И они мне выдают. Клиенты недовольны, куча жалоб, клиенты уходят, соответственно, имидж компании теряется. Вот вам, пожалуйста, пул последствий, с которыми необходимо работать. И вот давайте еще про психологию немножечко, поскольку я в этой теме. Вот смотрите, ситуационные вопросы мы клиенту задаем. Какие эмоции клиента вот на этом этапе? Как он реагирует на ситуацию? Как вам вопрос задать? Ну, все-таки, если мы вот задаем, в общем, если взять. Как клиенту на ситуацию? Ничего вам не совсем, не особо, а быть. Ну, в общем, я так напишу, ровненько, да. Если начнете там как-то еще больше, много сдавать, даже разозлиться, да, немножечко. Проблемные вопросы, как ли янк реагирует? Ну, не очень. Он тут начинает осознавать, да, как в какой-то... Свои косяки словом. Свои косяки, да, да. Ему уже не очень это нравится, да. А на извлекающих вопросах, представьте себя. Ужас-ужас. Да, хорошо, если не плачет, да. Слезку можно нарисовать. Соответственно, ни в коем случае, никогда мы не заканчиваем встречу на извлекающих вопросах. Вот этого делать нельзя. Вы понимаете, да, в каком состоянии у нас клиент находится. Если вы понимаете, что у вас времени там, я не знаю, не хватает, лучше тогда их не задавайте. Да, вы лучше на этом этапе оставите, да, но ни в коем случае не дальше. Если вы задали извлекающий вопрос, вам обязательно нужно этого клиента закрыть. И это делают направляющие вопросы. Направляющие. Это вопросы о том, как решить его проблему или как клиенту избежать вот таких вот страшных и ужасных последствий. Как решить проблему. Как решить проблему и избежать последствий. И избежать последствий. Опять или нет. Значит, это вопрос уже с положительным характером. Соответственно, эмоции какие тут должны быть у нас у клиента появились. О, блин, чужие. Ура. Да, это оказывается, это можно решить. Ну, то есть, иными словами, если сформулировать полностью цепочку. Иван Иванович, почему решили тренинг проводить, да, что-то менеджеры плохо работают, нам не нравятся, хотим, чтобы они как-то качественнее работать стали. А что именно не так в их работе? Ой, так долго по телефону разговаривают, ужас и кошмар. Скажите, пожалуйста, то, что они так долго разговаривают по телефону, к чему это приводит, к каким последствиям? Очень много жалоб, имидж компании теряется, клиенты уходят. Скажите, пожалуйста, если я их обучу, как правильно разговаривать за одну минуту по телефону, то это поможет вам избежать того, что будет много жалоб, да, и чтобы имидж компании не повышался? Ну да, я думаю, поможет. Окей, все, тогда разрабатываю программу вот под эту историю. Понятна цепочка? Сейчас очень грубо, да, покажу, чтобы так, чтобы было понятно. То есть, и еще один момент тоже для российских менеджеров характерен, как они задают направляющие вопросы. Вот здесь вот направляющих вопросов менеджеры любят задавать. Если вы купите наше оборудование, которое, да, то начинает говорить о конкурентных преимуществах своего продукта, это не работает. Это сразу же из технологии быстрых продаж, я прошу прощения за сленг, из ситуации впаривания, да. Вот здесь вот направляющий вопрос, всегда мы используем слова клиента и ту проблематику, которую он нам сказал. Мы здесь не продаем продукт. Наша задача всего лишь, чтобы у клиента потребность созрела, чтобы он сказал, да, я хочу что-то поменять, я хочу изменить. Продукт мы будем потом с вами продавать, да, и презентовать. Вот здесь вот мы будем презентовать продукт, да. Вот на этапе, где мы используем спин, мы о продукте, о своем, говорим очень опосредованно, да. Здесь наша задача говорить словами клиента, да, то, как хочет клиент. Собственно, вот, значит, ну, вы уже поняли, что, я уже вам сказала, да, что основная проблема, это вот здесь, вот, в извлекающих вопросах, ну, у наших менеджеров, да. Вот, в основном умеют задавать ситуационные, потом учатся задавать проблемные, вот, с извлекающими, ну, сложности, да, возникают. Поэтому задача, если вы своих, например, менеджеров, да, или сами будете тренироваться, себя очень четко вот здесь вот, да, настраивать. Собственно, вот, у меня последние три минуты, значит, вспоминая тему выступления о том, что такое спин, манипуляция или партнерство, три, значит, еще раз, да, просто подытожу, три проблемы, почему спин воспринимается у нас как манипуляция. Первая проблема сказала уже, да, что спин у нас используют в быстрых продажах. Вот так, вот, как я вам пример проводила про строковку, когда заранее продуманные проблемные вопросы, на которые клиент не может по-другому ответить, да, вот, разозлитесь вы, если вы руку сломаете. Ну, понятно, да, что клиент здесь ответит. Поэтому вот задача правильного использования технологии спин слушать клиента и задавать вопросы, исходя из того, что говорит вам клиент. Вы можете заранее всю цепочку продумать, но клиент чуть-чуть не так отреагирует, чуть-чуть отведет вас в сторону и все, ваша цепочка полностью поедет. Поэтому спин очень долго тренируется технологией, ее важно знать для менеджеров, но она долго тренируется. И вот задача тренировки все вопросы как бы вытаскивать из клиента, да, из того, что он вам говорит. Тогда вот вы точно можете сказать, что вы там прям умело ей пользуетесь. Ну, и в быстрых продажах она все-таки неприменима. Это вот первый, да, момент, который очень важен. Нужно слышать клиента. На тренингах, когда они начинают, они уже все узнали, участники, они начинают проигрывать ситуации, заранее такие готовят себе вопросы и все. Тут же любая практичная ситуация, клиент по-другому реагирует и все. И они мне говорят, да, Илона, спин не работает. Я говорю, не спин не работает, а надо, ну, как бы послушать, да, что клиент говорит. То есть максимум открывать уши, да, и искать из того, что клиент говорит, вот эти самые проблемные области. Это первый момент. И второй момент, который тоже важен, ну, я уже про него говорила, к спину нужно готовиться. Задача вести листы проблемных ситуаций по сферам, по компаниям, по заводам, я не знаю, и так далее. То есть если вы умело оперируете проблемами, то вам будет очень легко продавать, да, то есть вы будете говорить на языке клиента. И третий момент, который, да, вот вопрос задавали, если у клиента вы не нашли проблему, вы не имеете права продавать по технологии спину. Иначе это считается вот таким впечатлением, да? Если у клиента нет проблемы, но я ему, допустим, предлагаю, ну, не создать, а взять половину головных болей на себя. Это к спину относится? Относится к спину, да. Ну, то есть у него, по сути дела, ну, к примеру, у него строительная организация, да, у него есть рабочие, есть там, где брать материалы. Я ему предлагаю свои материалы, но рабочий предлагаю свои. Да, я поняла, о чем ты говоришь. То есть он избавляется от отделов, которые контролируют все это, строят. Да, это относится к технологии спину. Вот смотрите, проблемные вопросы, это вопросы не только про поставщиков. Проблемных областей может быть очень много. Ну, например, у тебя есть эта проблемная область по поводу издержек. Если он избавляется от людей, то он им там деньги не платит. То есть проблемные области, это не только поставщики. Бывают такие проблемные области, о которых мы с вами даже не задумываемся, его задача их и выявлять. У меня, например, клиент один раз тренинг покупал полгода. Это было ужасно. У меня водил по кафе, по ресторанам, и я не понимала, почему он не покупает. А в итоге оказалось, что он не покупает, потому что он не любит психологов. У него все родственники психологи, и он ненавидит психологов. А зачем водить? То есть он понимал, что тренинг нужен, что хочет. И вот мы каждый раз с ним встречались, и почему-то что-то было не так, пока я этот момент не выяснила. И в итоге всю презентацию, дальше вся продажа у меня была построена на то, что я на бизнес-тренинге не даю психологию. Ну, то есть я вам буду делать это по-другому. Бывает личная неприязнь еще. Бывает. И наоборот симпатия и с мужчиной. Ну, короче говоря, задача спин, технологии сохранять отношения. Не смогли найти? До свидания. Жмем руки, да, и в общем клиент один. Все, друзья мои, приходите на тренинг. Все вопросы на тренинге даю, с каких слов они начинаются, это все можно там узнать. И желаю вам дальше хорошего вечера. И дня вернее. Все, спасибо. Коллеги, ну давайте поклопаем Илоне. Еще раз. Спасибо Илоне большое. Ну и я хочу, чтобы ты выбрала наиболее активного участника твоего выступления и получила ему вот такой подарок. Ну вот у меня на пару вот там два товарища сидят. Можете нам на двоих, мы с одной. Отлично. Здорово, подсказывай. Спасибо. Спасибо. Это вам. До свидания. Ну, я просто, пару слов буквально о книге. Наше тренинговое агентство выпускает книги. Это книга нашего генерального директора Алексея Сергеева по работе с дебюторской задолженностью. Видите, такое замечательное название. О том, как возвращать долги и сохранять при этом отношения хорошие. Ну, а у нас сейчас перерыв на кофебрейк. 20 минут. Попрошу коллеги всех перейти в тот зал, чтобы можно было с той секцией также пообщаться, познакомиться. Кофебрейки будут у нас проходить там. Потом сюда вернутся. Следующий мастер-класс, который будет здесь проходить. Жалобы инструмент развивающих продаж. Ольга садится. Вот это вот. Здравствуйте.